Всем привет, с вами ProBike и я Егор. Сегодняшний ролик о том, как правильно выбрать велосипедную обувь. Но прежде чем разобраться с выбором конкретной модели, давайте уточним, зачем вообще нужна специальная велосипедная обувь. И под велосипедной в первую очередь я подразумеваю обувь с отверстиями под установку шипов для встегивания в контактной педали. Все просто. Такая обувь нужна для того, чтобы улучшить впечатление от езды, то есть повысить эффективность, комфорт и обеспечить безопасность. Соответственно, для разных видов велоспорта используется обувь, подходящая наилучшим образом именно для конкретных условий. Но ведь часто люди катаются в обычной спортивной обуви, вроде кроссовок или кет. Но это не лучший вариант. Ведь, например, у беговых кроссовок подошва обладает хорошей амортизацией и легко гнется. А вот основная черта, характерная для велосипедной обуви, это жесткая подошва, которая как раз не изгибается или делает от совсем немного. Так что катаясь в обычной обуви с мягкой подошвой, вы увеличиваете нагрузку на ноги и будете быстрее уставать. И особенно это будет ощущаться в продолжительных поездках. В велосипедной обуви также важна хорошей фиксацией пятки и защита носка, что тоже не всегда можно встретить в обычных повседневных вариантах. Но и самая главная особенность и преимущество это то, что контактная обувь с помощью специального механизма позволяет надежно зафиксировать ноги на педалях. Благодаря этому легче освоить технику правильного кругового педалирования. То есть когда вы не просто давите на педали, как в обычной обуви, но еще и подтягиваете педали вверх. Так обе ноги помогают друг другу и работают разные группы мышц. Мощность равномернее распределяется по всему обороту педали и снижается нагрузка на колени. То есть с такой техникой педалирования в контактной велосипедной обуви на специальных контактных педалях вы крутите эффективней, меньше устаете и лучше контролируете велосипед. И вот теперь, зная про все эти характерные особенности и понимая пользу от специальной велосипедной обуви, уже можно поговорить про то, как выбрать пару, подходящую именно вам. Начнем с назначения. Где вы планируете ездить и как? Так как вся обувь делится на спортивную и туристическую. Спортивная бывает как для шоссейных асфальтовых дисциплин, так и для горных и отличается жесткостью, легкостью, технологичностью и более высокой ценой. А вот туристическая в большей степени нацелена на комфорт, продолжительное катание и путешествия. Бывают даже сандали с креплением шипов, ну и само собой есть специальная утепленная зимняя обувь. Нет-нет, не вот эти валенки. А вот такие технологичные ботинки от Шамана с мембраной Гортекс. Так как мы говорим именно про контактную велообувь, важно рассказать и про шипы, с помощью которых происходит, собственно, фиксация на педалях. Шипы прикручиваются к подошве с помощью болтов. Для шоссейных туфлей используется трехболтовый стандарт крепления, а для МТБ двухболтовый. Но какая разница, если у вас нет велосипеда, который можно купить на самых выгодных условиях, если вы, конечно, подписаны на наш канал на YouTube. Так что в описании под роликом есть ссылка со всеми условиями этого уникального предложения. Но мы говорили про шипы. Сами шипы отличаются по форме и размеру. Трехболтовые шоссейные – это большие пластиковые шипы, которые сильно выступают на подошве. А двухболтовые горные – это маленькие металлические, которые спрятаны в углублении подошвы. Почему же мы вообще говорим про шипы? Ведь это то, что идет в комплекте с педалями. Дело в том, что это определяющая характеристика. Так, горный стандарт крепления позволяет легко совмещать катание на велосипеде и хождение пешком в этой же самой обуви. Ведь шипы утоплены в подошву и совсем не мешают ходьбе. Поэтому универсальные варианты – велосипедные обуви, например, для комьютинга или путешествий – используют именно такой стандарт. Бывают даже ботинки с отверстиями как под три, так и под два болта. Но с ними есть сложность. Шоссейные шипы – они широкие и с резинками, так что не скользят. А если вместо них поставить маленький металлический МТБ шип на ту же обувь, то ходить вам станет катастрофически неудобно. Еще одна характеристика велообуви – это сама подошва. В горной она не скользит и все-таки имеет определенный протектор, иногда даже очень выраженный. В шоссейной же обуви подошва может быть гладкая и скользкая, кроме пятки и мыска. А вот универсальная обувь тоже имеет подошву с рисунком, но не таким агрессивным, как у МТБ. Правда, есть модели для туринга, которые максимально похожи на шоссейные туфли, но только с двухболтовым креплением. Также при выборе велосипедной обуви стоит обратить внимание на тип фиксации на ноге. Бывают обувь со шнурками, липучками, крутилками БО или с пластиковыми застежками, ну как на сноубордических креплениях. Липучки – это простой и удобный вариант, поэтому часто его можно встретить на бюджетной обуви, хотя с успехом липучки используются и на топовых моделях. Пластиковые застежки в последнее время не часто встречаются. Я лично предпочитаю БО, ведь это быстро, технологично и легко настраивается, но я знаю многих, кто предпочитает классические шнурки. Тут все на ваш вкус и наличие в магазине. При выборе обуви обратите внимание также и на жесткость, причем как подошвы, так и верха. И чем более дорогие, соответственно, спортивные туфли вы покупаете, тем они будут жестче и заодно легче. И это плюс, если вы нацелены на высокие спортивные результаты в гонках. Но вот если вам нужна универсальная пара или вы только начинаете осваивать велосипед, лучше, конечно, выбрать что-то небольшое или средней жесткости. И также шоссейная обувь по сравнению с горной будет тоже чуть жестче для лучшей передачи усилия. Еще отличие это материал, из которого сделаны сами туфли и подошва. Но тут все просто. Чем дороже туфли, тем более технологичными будут материалы. Например, в простых моделях подошва может быть пластиковая, а вот в топовых уже, как правило, карбоновая. Материал верха тоже бывает различный. Для лучшей значостойкости выбирайте плотные синтетические материалы с перфорацией и темного цвета, если вы не всегда катаетесь по чистому асфальту. А вот для максимальной вентиляции лучше выбрать сетчатую текстильную верхнюю часть обуви. Ну и тут же логично обратить внимание на температурные режимы катания. Ведь гоночная обувь обычно обладает хорошей вентиляцией. Так что, если вы решили купить дорогие спортивные туфли и планируете кататься в межсезонье, готовьтесь прикупить для них еще и теплые неопреновые бахилы. И зная эти базовые отличия разной велосипедной обуви, уже легко сможете выбрать что-то для себя, причем для катания в любых условиях. И никакая погода вам не помешает доехать туда, куда вы только захотите. А вот в следующем ролике мы поговорим про не менее важную вещь — это контактные педали. Так что подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы это не пропустить.